14 июля это как раз в этот день был самый массированный для нас так сказать там мы находились обстрел мы не могли передвигаться ни по городу никуда снаряд прилетел прямо во двор нам пришлось две недели жить в подвале но при первой же возможности мы выехали с луганска нету желание возвращаться в ту войну в тот хаос ребенку морально очень тяжело туда вернуться почему потому что он помнит эти обстрелы украинская перспектива я обратилась к ним они выслушали те же продуктовые наборы регулярно выдавали деток поздравляли живем в общежитии было сказано нашим президентом что закончится это все недоразумение буквально за два-три дня но увы это не так то что политическая воли нет даже же даже не хотят войну заканчивать против не должен там кто-то мало шевелится ли там плохо работает нет вы что товарищи мы делаем и будем делать все для того чтобы помочь переселенцам сейчас и помочь как можно быстрее вернуться домой проблемы с жильем с элементарными бытовыми удобствами социальными невыплатами это далеко не все с чем сталкивается каждый день полтора миллиона граждан украины которые государства бросила мы подали верховную раду 20 законопроектов по помощи беженцам из которых с боем принят только один доработают наши фонды но мы тоже не можем полностью заменить собой государство а вопрос возврата домой это вопрос окончания войны и он точно будет после смены этой власти которая на войне зарабатывает власти нас забыла законопроекты похороненные в комитетах верховной рады и наверное очень знаково что есть такие политики которые таки борются за наши права и в первую очередь это оппозиционный блок и александр вилку несмотря на много наших проблем все чем мы мечтаем это о мире мир это точка возврата нашу настоящую нормальную жизнь